Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в нашей студии заместители Видновского городского прокурора Дмитрий Олегович Рассаткин и Алексей Александрович Харитоненко. Добрый вечер! Здравствуйте! Добрый день! Тема сегодняшней нашей встречи – общее состояние законности в районе. На ваш взгляд, вот в целом, если сказать, насколько это состояние удовлетворительно? Ну, на данный момент, конечно, как, скажем так, главный надзорный орган в нашей стране, установленный законом действующим, вот, конечно, прокуратура, она охватывает все, скажем так, сферы действия и охватывает все непосредственно структуры, которые занимаются именно соблюдением закона во всех ее, всех их проявлениях, можно так сказать. Вот, что касаемо нашего родного Ленинского района, в части, конечно, своего надзора, а я осуществляю надзор за полицией, вот, за деятельностью полиции, тут сложно сказать, как бы, если у нас, соответственно, существует система каких-то отчетов, то есть, если отталкиваться именно от этой системы, которая на данный момент существует, то, естественно, ежегодно мы стремимся к тому, чтобы доля каких-то нарушений, которые совершаются на территории района гражданами, которые пресекаются полицией, так и нарушения, которые допускаются со стороны самих полицейских, как и со стороны, там, оперативного состава, со стороны следователей, дознавателей, эти нарушения мы тоже пресекаем на своем уровне, соответственно, в тех рамках, которые установлены законом. И, естественно, да, у нас во многих областях на данный момент наблюдается снижение таких нарушений, как со стороны граждан, вот, снижение у нас достигнуто, в том числе и по тяжким, особо тяжким преступлениям, и преступлениям, там, в сфере жилищно-коммунального комплекса. В каких-то, вот, в коррупционной сфере у нас, наоборот, сейчас усилена работа, и вот в прошедшем периоде, то есть, это в 2016 году, у нас уже есть определенные достигнутые успехи, то есть, мы уже, и есть успехи, в том числе, ну, если это можно, так сказать, в пресечении противоправных, непосредственно противоправных действий со стороны, как сотрудников полиции, там, действия были направлены на получение взятки, так и других должностных лиц, других органов. То есть, в этой части мы стараемся полностью выполнять поручение президента, это той линии по борьбе с коррупцией, которая именно вот у нас обозначена президентом и, вообще, нашим государством. То есть, это вот такой сейчас локомотив в лице, там, и прокуратуры, и Следственного комитета. Именно направление действий такое очень серьезное и жесткое. Вот, и от этого нас требует руководство Генеральной прокуратуры и прокуратура Московской области. И в этом отношении мы вот стремимся, таки, достичь определенных высот именно на уровне нашего Ленинского района. В том числе, мы, когда просматриваем и те статистические данные, которые получаем с прокуратурой области, сравниваем, соответственно, себя с какими-то районами, которые вот близлежащие там, ну, как-то вот похожи там, да, и по количеству населения, и по количеству тех, скажем так, ну, наших статистических данных. Ну, оттяживаете в общем или вот, например, в свою сферу вот эту полицию? Нет, нет, ну, я, конечно же, полицию, потому что у нас, естественно, есть распределение обязанностей. Я вот непосредственно полицию. А вот если вот так в целом посмотреть, например, в структуру вот прокуратуры, да, например, вот вы отвечаете за полицию, то есть сколько у вас всего вот этих вот ответвлений? Алексей Александрович, вы за что отвечаете? Да, непосредственно на меня возложен надзор за исполнением федерального законодательства. То есть это тоже достаточно ответственный, достаточно объемный надзор, так как если берем надзор за исполнениями, допустим, законодательства органами полиции, это в основном у нас УК, УПК, как правило, правильно говорю? Да, точно. Вот, то, в принципе, исполнение федерального законодательства, это уже более объемный надзор, это, в принципе, все нормативно-правовые акты и федеральные законы, постановления правительства и так далее, действующие территорий Российской Федерации. Вот, также отдельно это нормативно-правовые акты администрации района, правительства области, отдельных государственных федеральных учреждений. Вот, в части, касаемо ситуации на территории Ленинского района, достаточно недавно, значит, я приступил здесь к обязанностям. Да, вот как давно вы приступили, где вы до этого служили? В феврале 2016 года, до этого я проходил службы в Люберецкой городской прокуратуре, вот, там был несколько другой надзор на меня возложен. В части, касающейся законности на территории района, вот, то, что я уже увидел за последние два месяца работы здесь, вот, организация работы в целом налажена достаточно неплохо, и, в том числе, непосредственно надзор, который закреплен за Дмитрием Олеговичем в части органов полиции, также, считаю, достаточно на высоком уровне организован. Надзор исполнения федерального законодательства также организован прокурором достаточно качественно и неплохо во всех отношениях, во всех сферах, это и трудовое законодательство, законодательство, значит, в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вот, это такие, как бы, наиболее, скажем так, значимые направления, где наибольшее количество жалоб и то, что связано с непосредственно социальными правами граждан. Что хотелось бы отметить, работа с населением идет достаточно неплохо, вот, освещается деятельность прокуратуры тоже должным образом, но есть, конечно, куда стремиться, много проблем, много сложностей, много выявляется нарушений, к сожалению, меньше их не становится, то есть прокуратура замыкается в определенный период на решение определенных задач, которые наиболее болевые точки, начинаем, значит, скажем так, бросаем все силы туда, силы связи, естественно, всегда хотелось бы больше, вот, выплывая в другие моменты, начинаем работать там, то есть, в принципе, стараемся охватывать все непосредственно, но, сами понимаете, район достаточно сложный, так как это территория наиболее близкая к Москве, соответственно, очень много в связи с этим возникающих проблем, это и постоянное увеличение количества населения в районе, это определенная транзитность, так как проходит, так понимаете, и ряд федеральных, в том числе, это раз, вот, ну, хватает сложностей, хватает. Порой граждане могут защитить свои права, обратившись, наверное, только в прокуратуру. По каким вопросам чаще всего люди обращаются, и, возможно, стоило бы обратиться куда-то в другой орган, прежде чем, наверное, такую последнюю, фактически, инстанцию использовать. Дмитрий Ильич, я думаю, начнете, да, я продолжу. Ну, да, я уже тоже однократно, мы выступали, разъяснения давали, да, действительно, вот, законодательство на данный момент, Российская Федерация, они таком образом построены, что существует достаточно большое количество контролирующих и надзорных органов, которые, ну, как я уже говорил, каждый по своему названию, там, Роспотребнадзор, соответственно, это все, что связано с потреблением продукции какой-то, да, то есть можно всегда обратиться, там, помогут, они обязаны помочь, там, 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 если брать, опять же, одни из, там, тоже, вот, сейчас уже неоднократно закроились, там, ключевые схемы, там, ЖКХ, например, там, существует, там, Госжилуинспекция, там, существует административно-технический надзор, тоже одно из подразделений, которое располагается именно в городе Видном, то есть, вот, если непосредственно сказаться, там, того же административно-технического надзора, то это как раз та организация, которая отвечает за, ну, как сказать, спокойствие, наверное, граждан, когда они находятся дома уже после работы на отдыхе, то есть, именно, вот, привлечением лиц, которые нарушают покой граждан, там, что-то там, музыка, там, танцы. То есть, это Госадминистративно-технический надзор, это не стоит к вам идти, да, по этому поводу? Ну, конечно, то есть, это вот непосредственно к ним, нет, естественно, мы по закону обязаны принять любое заявление, соответственно, в течение установленного законом срока мы должны его изучить, вот, и понять, что, да, это к нам не относится, то есть, это относится, соответственно, заявление первоначальное, то есть, до этого гражданин никуда не обращался, поэтому мы по закону обязаны его переправить именно в тот орган непосредственно. Увеличивает время. Ну, соответственно, да, как всегда у нас, получается, потом люди приходят, и некоторые, как это сейчас принято говорить, да, непонятки между нами возникают, может быть, немножко такой язык. Наверное, тоже люди не всегда знают, куда нужно обращаться, потому что, например, я, к примеру, не знаю, что Госадмотехнадзор может решать вот такого рода проблемы. Наверное, здесь стоит, опять же, с помощью вот тех СМИ, которые у нас существуют в районе, может быть, в газету где-то от лица прокуратуры иметь давать объяснения, разъяснения какие-то, мы сейчас, наверное, планируем это делать, то есть, что, если, например, случилась там в той-то сфере, да, какая-то проблема, то можете обратиться в такой орган, там, давать, например, координаты, там, телефоны, адреса, куда можно обратиться, где действительно должны, мы обязаны по закону оперативно отреагировать, решить проблему гражданина, потому что работа прокуратуры, это, прежде всего, надзор за соблюдением закона со стороны тех органов, которые государством, законом уполномочены на решение проблем гражданина. То есть, мы вступаем именно в тот период, когда этот орган непосредственно не решает той задачи, которая на него законом возложена. То есть, если Госадмотехнадзор не решил, тогда уже можно к вам? Тогда уже мы приходим в Госадмотехнадзор и спрашиваем с него, почему вы, вопреки закону, не решаете проблему вот этого конкретного гражданина. Вот. В этом случае, да, конечно, то есть, тут у нас руки полностью развязаны, есть жалоба от гражданина, что вот я обратился, вот проблема не решена, непонятно, каким причинам, мне не разъясняют, не помогают. Здесь, да, мы полностью вступаем, мы можем и прийти с проверкой, и вызвать этих людей, отобрать у них объяснения, вот с целью именно разобраться, почему произошло нарушение права гражданина на защиту. Потому что государство, оно прежде всего создано, как любое государство, да, прежде всего для защиты прав граждан. Об этом у нас говорит как Конституция, так и другие законодательные акты, включая и уголовное право, которое, прежде всего, тоже существует для защиты права гражданина, как на собственность, на жизнь, ну и другие основные права, соответственно. Вот, наверное, так. К вам обращаются ведь не только граждане, да, частные лица, но и, например, организации, да, и даже власть может местно обратиться по каким-то вопросам. А насколько, вот, вообще, часто такие обращения, и есть ли срок по времени, за который вы должны предоставить какой-то ответ? Ну, я в части своей могу ответить. Значит, что касаемо обращений граждан, то если это касается сферы уголовно-правовых отношений, то у нас три дня на рассмотрение любого обращения гражданина, в течение трех суток мы должны изучить данное обращение и принять соответствующее решение. В исключительных случаях, когда действительно требуется, значит, изучить какой-то пласт документации, которая касается этого обращения, то мы можем продлить это обращение до десяти суток. Вот, поэтому в течение десяти суток, ну, в самых-самых исключительных, там уже и до тридцати можно, но это просто уже сверх, как правило, это не допускается. То есть максимум в течение десяти суток, еще раз повторю, в редких исключительных случаях, мы обязательно даем ответ гражданину, что его обращение изучено, что приняты соответствующие меры, либо, если, как бы, не совсем, скажем так, в тех рамках, в рамках закона гражданин обращаются, мы даем разъяснение, что в данном случае оснований для принятия мер реагирования не имеется, что есть другие пути решения проблемы. Вот, в частности, очень часто у нас граждане, тоже хотелось бы разъяснить, чтобы было понятно, путают, не то, чтобы, наверное, путают, может быть, недостатка того просвещения, которое в том числе и прокуратура уделяет вниманию, путают уголовное право и право гражданское, например, те правоотношения, которые возникают между гражданином и, ну, допустим, давайте на примере, да, допустим, есть какая-то организация, да, ну, допустим, строительная, вот, осуществляют они какое-то строительство, да, вот, у них существует между работодателем, в кавычках, и работником какие-то устные договоренности о том, что за такую-то работу, там, тебе будет заплачен, там, такой-то определенный, там, устно, все, да, все это в устном виде происходит, как правило, то есть такие случаи, конечно, тоже есть, нельзя этого отрицать, вот, в том числе и к нам такие обращения часто попадают, и материалы, я когда просматривают, уже вижу, это достаточно распространенная практика, это действительно сейчас такая проблема есть, но вопрос не в этом, вопрос в том, что это не относится к сфере уголовно-правовых отношений, в том случае, если работодатель не выплачивает вот эту оговоренную сумму, потому что это уже относится к сфере гражданско-правовых отношений, это не подпадает под действие уголовного кодекса, есть такая статья 145, прим. 1, невыплата заработной платы или иных выплат, установленных законом, это, эти отношения с законом не регламентируются, то есть это фактически устная договоренность о выполнении там, ну, скажем так, можно назвать как устный договор подряда, то есть какие-то подрядные работы поручаются непосредственно гражданину выполнить, поэтому такие вопросы они решаются исключительно в судебном порядке, то есть гражданин может с иском обратиться в суд, соответственно, суд может решить этот вопрос, гражданин приглашает свидетелей, которые говорят, да, такая договоренность была, вот, и суд уже принимает решение, то есть это не входит в сферу уголовно-правового, правовой защиты, здесь в данном случае, право гражданина, потому что трудовые отношения у нас четко устанавливаются трудовым договором, то есть должен быть трудовой договор, где прописана непосредственная обязанность этого работника, то есть работнику должна определенным образом выплачиваться через бухгалтерию заработная плата, то есть законом это все четко установлено, и в данном случае, вот, тоже хотелось бы разъяснить, что очень часто сейчас такое встречается, это немножко не входит в нашу компетенцию, вот, как бы, на таком вот ярком примере, вот. – Алексей Александрович, вот много обращений в сфере ЖКХ, насколько я понимаю, да? – Я бы хотел, да, если позволите, несколько… – Дополнить. – Да, дополнить. – Хорошо. – Это как раз в части, Дмитрий Олегович больше указал, это непосредственно работу с обращениями граждан, в случае, если они обращаются в рамках нарушения их прав органами полиции, да, ну, в том числе немного по трудовому законодательству, вообще гражданин, значит, если обращается нарушение гражданина или организации, нарушение требований законности, значит, его обращение, если это непосредственно только разъяснение, без проведения проверки, рассматривается в течение 15 суток, 15 суток, а обращение, по которому необходимо проведение дополнительной проверки, привлечение специалистов и так далее, это порядка 30 суток, вот, то есть это 15-30 суток, максимум может быть продлено рассмотрение обращения о нарушении федерального законодательства до двух месяцев, вот, это максимальный срок рассмотрения, значит, в части контролирующих органов, в которых, Дмитрий Олегович правильно здесь все разъяснил, хотелось бы тоже немножко добавить, что правильно гражданин бежит, то есть везде в средствах массовой информации постоянно все говорится о том, что идите в прокуратуру, прокуратура поможет, прокуратура, скажем так, примет меры, но в действительности действительно необходимо сначала обращаться в специализированные контролирующие органы, которые непосредственно надзирают за той отраслью закона, скажем так, в которой вот нарушен, в данном случае, если это у нас управляющие компании, которые нарушают законодательство в сфере ЖКХ, это непосредственно государственная жилищная инспекция, если это нарушается законодательство в сфере строительства, то это государственный строительный надзор. Значит, если нарушается законодательство трудовое, это трудовая инспекция. Соответственно, законодательство в сфере благополучия человека – это Роспотребнадзор. То есть эти все структуры непосредственно созданы государством, чтобы облегчить жизнь гражданам, чтобы они понимали, что нарушается именно в этой части, идите сюда, и здесь вам помогут. Прокуратура в этом случае подключается уже на той стадии, когда непосредственно этим контролирующим органам нарушаются права гражданина. И мы уже тогда проверяем, в том числе контролирующий орган, и в том числе проверяем непосредственно нарушение прав, которые указывает гражданин, либо организация. Скажем так, существуют некоторые ступени, которые необходимо пройти для того, чтобы прийти в прокуратуру. Это было бы более эффективно. Поэтому призываем еще раз граждан первично с обращениями подобного рода, которые произошли в отдельном сфере, которым мы указали, обращаться первично в контролирующий орган, а затем, в случае, если контролирующий орган не смог оказать помощи, обращаться непосредственно в органы прокуратуры. Потому что это, естественно, мы более глубоко и подробно смотрим на это все. Есть какие-то такие вопросы, которые только к вам уже, минуя? То есть прокуратура это единственное возможное? Да, это непосредственно нарушение прав, интересов граждан организации государственными учреждениями, муниципальными. То есть добро пожаловать. Мы с вами до эфира говорили о том, что много обращений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Какого они рода и что больше всего волнует граждан? Да, опять же, действительно много обращений. Это проблема не только Ленинского района, это повсеместно. Это та проблема, которая, естественно, непосредственным образом волнует каждого гражданина. Каждый проживает, большая часть граждан проживает в многоквартирных домах. Соответственно, это управляющие компании, ТСЖ, которые, как они полагают, нарушают их права, в том числе посредством взимания непомерной платы за обслуживание, в том числе мест общего пользования, начисление каких-то дополнительных платежей. Масса платежей будет, начиная от радиоточки, кончая обслуживание газового оборудования и так далее. То есть, управляющие компании же зачастую, не тоже зачастую, а, скажем так, одно из типичных нарушений, то, что они не разъясняют гражданам, которые могут быть, скажем так, и в большей части своей не очень грамотны с точки зрения юриспруденции, но необходимо людям разъяснять больше, больше общаться с ними, разговаривать. Это основная проблема, потому что не столь часто нарушается закон, сколько они просто не могут донести до людей необходимость, почему, допустим, указываются такие платежи, то есть, с чем это связано, на какой закон они ссылаются. В этом цели, в том числе, законодатель предусмотрел сейчас и работу разъяснительную и информационную со стороны управляющей компании, то есть, они обязаны эту информацию, скажем так, о своей деятельности и о начислениях размещать как в сети интернет, информировать на информационных стендах и так далее. То есть, эта работа должна вестись более активно, чтобы было меньше жалоб. Действительно, тарифы, скажем так, у нас не стоят на месте, где-то повышаются, где-то понижаются. Это тоже беспокоит людей и организаций, которые занимают, скажем так, помещения в определенных домах, где будут обслуживаться управляющие компании. Тарифы, это уборка, мест общего пользования тоже всегда у нас возникает из таких проблем. Но прокуратура меры принимается в отношении управляющих компаний. Но чаще все-таки с нарушениями или без? Очень по-разному. Ну, скажем так, выявляются нарушения как раз в области того, что проводится надлежащее информирование граждан. В этой части нарушения выявляется надлежащая уборка территории. Также есть нарушения, принимаются меры реагирования, вносятся представления. Проверки часто проводятся в привлечении специалистов органов государственной жилищной инспекции. То есть они уже смотрят непосредственно по тарифам, по начислениям. Принимают либо сами меры реагирования, либо нам спускают информацию, мы уже непосредственно вносим представления, готовим административки, возбуждаем административное производство. Есть обращения, которые заслуживают внимания, на них реагируем. Нельзя сказать, что каждое обращение действительно содержит достоверную информацию о нарушениях. Я опять же говорю, это просто от недостатка информированности. Но, скажем так, есть нарушения, на них реагируем. Это не имеет такое массовое явление. Наверняка нас сейчас смотрят жители новостроек, и вы наверняка слышали о проблеме, которая сейчас возникла с рекой Купеленко и с очистными сооружениями. Уже какая-то работа с вашей стороны в этом направлении ведется, потому что уже прошло больше недели с того момента, когда люди встретились с администрацией, и администрация в общем-то пообещала, что привлечет прокуратуру. Работа активно ведется, установлены достаточно жесткие сроки, в том числе руководством прокуратуры области поставлено задача разобраться, принять меры реагирования, самые жесткие. Работа в том числе сейчас ведется как с гражданами. Практически каждый день к нам приходят люди, делятся с нами информацией. Дополнительные, которые там происходят, мы регулярно сами выезжаем непосредственно к объекту, к очистным сооружениям. Сделаны ряд запросов, привлечены контролирующие органы. То есть сейчас полный комплекс мер подключен в целях выяснения виновных лиц в сложившейся ситуации. И основное, конечно, каким образом, скажем так, какие необходимы принять меры для того, чтобы ликвидировать последствия. И в том числе, как не ухудшить ситуацию. Потому что, как уже известно, у нас к очистным, которым мы сейчас говорим, подключены уже и другие дома, помимо непосредственного застройщика, который изначально эти сооружения, скажем так, возводил. Что, в общем-то, на данном этапе это, скорее всего, недопустимо. И мы будем за этим, скажем так, смотреть за этой ситуацией. Подключили данную ситуацию в том числе и экологов. Потому что здесь их заключение, оно для нас, скажем так, основополагающее. Что касается жителей, в случае, опять же, возникновения подобных ситуаций, когда застройщикам в той или иной степени не, скажем так, некачественно исполняется, либо некачественно предоставляется договор долевого участия, да, либо предоставляются услуги, в том числе, по первоначальным предоставлению управляющей компанией, потому что очень часто управляющей компанией уже прописаны в договорах долевого участия, либо договорах купли-продажи квартир, вот, либо, скажем так, предоставляются услуги, как вот в данном случае по очистке отходов, да, от жизнедеятельности. Мы просим граждан незамедлительно сообщать подобную информацию в государственную жилищную инспекцию, значит, обращаться к нам в прокуратуру с соответствующими заявлениями. Мы будем принимать комплексные меры реагирования на данном случае и, естественно, будем наказывать как нерадивых застройщиков, так и, значит, управляющих компаний, которые допускают нарушения права граждан. На данный момент самое такое громкое, да, вот, событие, касаемое и вас тоже. Со своей стороны, да, хочу добавить, что, да, действительно, органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту загрязнения речки Куперенки, в рамках которой как раз запланирована проверка именно в том числе и тех органов и, возможно, даже определенных должностных лиц, кто выдавал, скажем так, утверждал тот проект, по которому вот были, скажем так, одобрены вот данные очистные сооружения, которые фактически не справляются, как выяснилось, по факту с теми функциями, которые на них разложены были, наверное, по изначальному проекту. Я вот пока еще там назначен определенные виды там экспертиз, исследований, вот, не могу все раскрыть полностью, но я думаю, что в этом направлении мы тоже будем вести работу и действительно выявлять те причины, которые послужили к загрязнению нашей природной среды, учитывая, что данный год это год экологии в России, очень тоже пристальное внимание, как уже было сказано со стороны прокуратуры области к этому вопросу, поэтому находимся на контроле, будем принимать меры. Ну, то есть, как я понимаю, в общем-то, задача прокуратуры достаточно глубоко копнуть, чтобы найти все причины, да, всех виновных наказать. Да, то есть, в данном случае вот у нас еще и координационная роль на нас возложена, то есть, мы должны координировать те силы и средства, которые привлечены к решению этого вопроса, вот, и, как бы, координация тоже одна из наших функций, то есть, мы проводим совещания определенные, там, оперативные совещания, на каждой тот или иной там орган, на который возложены задачи, вот, непосредственно, то есть, на него накладывается то, что он должен в данном случае сделать для решения этого вопроса, потом, опять же, обсуждаются результаты, каждый должен представить те результаты, которые он, как бы, добился в результате своей деятельности по решению этого вопроса. Ну, как-то так, наверное. Да, вот, естественно, сам застройщик, он не мог бы, скажем так, создать такую ситуацию аварийную, если бы он, скажем так, работал в одном лице. Понятно, что здесь идет недосмотр, в том числе, со стороны различных органов, которые обязаны контролировать, обязаны следить за строительством, значит, обязаны согласовывать документы, которые в полном объеме соответствуют всем нормам и требованиям. Соответствуют требованиям федеральных заказов, в первую очередь, и в данном случае здесь комплекс нарушений как со стороны, так понимаем, самого застройщика, так и со стороны иных организаций, которые согласовывали, подписывали и принимали участие в этом процессе. То есть, в принципе, на это сейчас и у нас направлена наша проверка по ситуации Пеленки. Какие еще вопросы, вот такие наиболее острые, с какими обращениями приходят люди, которые бы заслуживали вот нашего сегодняшнего внимания? Возможно, в сфере ЖКХ, либо с какими-то проблемами сталкиваются люди в работе, например, когда начисляют заработную плату. Я помню, что было время, когда очень много было людей, вот вы уже пример приводили, что серая зарплата, всегда ли это с серой зарплатой связано, когда проблемы вот с заработной платой сейчас, например? Ну, здесь вот тот пример, который я приводил, тут сложно назвать, это серая зарплата, потому что, как я уже сказал, Гражданским кодексом установлены взаимоотношения, как вот подряд, да, есть такое понятие, и в том числе и устная форма есть договоренности, да, тоже она когда-то может применяться, но там, правда, между физическими лицами. Ну, на данный момент, на данный момент, вот помимо, скажем так, сферы строительства, практически, да, то есть стремиться к нулю, количество обращений в других сферах по фактам невыплаты зарплаты, по таким фактам, практически в других сферах деятельности, по крайней мере, в нашем Ленинском районе, ну, я практически не встречал. Из тех обращений именно, что поступают, из тех материалов, которые я просматриваю, которые проверяют органы полиции, вот, в других сферах даже не могу себе что-то представить. А обращаются граждане только России или, например, ближнего зарубежья тоже могут? Нет, нет, как правило, как раз, да, в большей части именно граждане зарубежные, не наши граждане, вот, именно, да, с их стороны наибольшее количество в этой сфере жалоб. А земельные вопросы, наверное, тоже одни из тех, с которыми часто граждане обращаются, какого рода? Ну, опять же, в моей части, в части Назора за полицией, достаточно, да, часто, вот, на протяжении всей моей службы Виновской городской прокуратуры граждане обращаются с вопросом о границах тех земельных участков, потому что очень много на территории района всеразличных СНТ, каких-то там садовых товарищей, там, они по-разному могут называться, то есть закон предусматривает нескольких видов, вот, ну, все там садово-огороднические товарищи, там, все что угодно. Ну, то есть там полметра забору делят. То есть, и вот граждане, которые когда-то, может быть, еще даже в советское время, получили вот эти участки, вот, и потом там в дальнейшем кто-то поставил там свой участок на кадастровый учет, кто-то не поставил, вот, очень много, да, таких граждан обращаются, которые пытаются каким-то образом решить свою проблему, обращаясь в органы полиции с тем, что вот мой участок заняли незаконно, там собирается материал, соответственно. Мы смотрим эти материалы и понимаем, что, опять же, это не входит в сферу нашей компетенции, ни в обыске полиции, ни в прокуратуру, потому что это спор, чисто который решается именно в судебно-гражданском То есть, нужно сразу в суд обращаться? Конечно, конечно. Суд, соответственно, может, может назначить, если это понадобится, какие-то соответствующие экспертизы, да, там, земельно-устроительную экспертизу, то есть, может разрешить этот спор именно в рамках закона. То есть, как устанавливать закон, как по закону должны быть эти границы, участки были определены, то есть, может поднять всю документацию. То есть, здесь, как правило, нет уголовно-правового характера таких споров, потому что каждый человек уверен в своей правоте. Я, опять же, говорю, как правило, бывают разные случаи. Встречаются, конечно, и мошенники, которые умышленно захватывают, то есть, у нас и дела возбуждаются по таким фактам. Но, как правило, каждый из спорящей стороны, он уверен, что, да, я прав, это моя земля, там, и бабушка моя, и дедушка эта земля принадлежала, вот, теперь это мое. С другой стороны, совершенно такая же ситуация. То есть, тоже люди уверены, что они правы, вот мы здесь там колышек сбили, значит, это наше. Вот в 92-м году у меня там здесь амбар стоял, то есть, ну, вот, понимаете, да, такие вот вещи, которые действительно, они не влекут уголовно-правовых последствий. То есть, люди не имеют умысла на совершение какого-то преступления, то есть, это именно тот спор, который должен решаться, должен решать именно путем подачи искового заявления в суд, что вот такой-то, такой-то гражданин, да, там, вот, прошу там признать право за мной, занятый на этот, там, участок земли, кусок земли за мной, который занял вот такой-то гражданин, да, обращайтесь с иском, соответственно, судья изучает все материалы, принимает законное обоснованное решение. Вот, как бы, что касаемо земельных слов. Ну, еще раз, да, хочу отметить, что есть, конечно, и достаточное количество мошенников в этой сфере земельно-правовых отношений, потому что земля, это всегда дорого, это всегда на века, соответственно, есть несознательные граждане, которые пытаются каким-то незаконным способом завладеть этим богатством, можно сказать, сокровищем, да, чтобы с какой-то цели там перепродажи или что-то еще там, сдачи в аренду, да, такие тоже существуют случаи, в них мы разбираемся. Огромное дело сейчас у нас по, находится в органах следственного комитета по завладению земельными участками ОАО «Вилар», была такая здесь организация мощная в свое время еще. Это где-то в Калиновка, где-то там, да, Каширска, Каширска? Ну, там у них несколько земельных участков было, и там за Расторгуево, и в Горках, то есть вот сейчас конкретно по Горкам у нас вопрос стал, то есть там действительно мошенническим путем была проведена определенная махинация, завладелись земельным участком, сейчас частично там в отношении там ряда лиц установленных проведены практически полностью следственные действия, уголовное дело планируется к отправлению в суд. Ну, соответственно, остаются там еще соучастники, в отношении других соучастников уголовное дело будет продолжаться. То есть такие случаи есть у нас сейчас, да, работа активизирована, выявляются другие факты, по другим фактам, думаю, в ближайшем будущем тоже будут возбуждаться уголовные дела. Но еще раз, возвращаясь к изначальному, большинство случаев они не входят в компетенцию правоохранительных органов. Это гражданско-правовой спор между гражданами, которые совершенно чисты перед законом. Просто немножечко, скажем так, нужно привести свои отношения именно в русло этого закона. Вот как бы что касается моего надзора. И в продолжение, как раз слов Дмитрий Олеговича, хотел бы сказать, что еще раз разъяснить, что органы прокуратуры не надзирают за физическими лицами. То есть мы не надзираем непосредственно за исполнением, соблюдением требований законодательства гражданинам. Это, как правило, органы, организации. Поэтому, если, как вот Дмитрий Олегович правильно подметил, ваши права нарушает ваш сосед, ваш сосед подачи, ваше лицо непосредственно, где вы проживаете, где-то и новом месте на территории района, но это физическое лицо, эти вопросы необходимо решать либо в суде, либо если в отношении вас совершено преступление, это, соответственно, обращение в правоохранительные органы, но не в прокуратуру. Прокуратура — надзорный орган. И еще раз повторюсь, мы не осуществляем надзор за физическими лицами. Вот это тоже очень важно понимать. Я из всего нашего разговора сегодняшнего извлекла такую мысль для себя, что все сводится, наверное, к тому, что нужно знать законы, ну и, конечно же, их соблюдать. Спасибо вам огромное за то, что сегодня были у нас в гостях. Я напомню, что в нашей студии сегодня были заместители Видновского городского прокурора Дмитрий Олегович Рассаткин и Алексей Александрович Харитоненко. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова